Добрый, добрый, добрый день, зрители канала Домашняя Час Марина. Я продолжаю выходить в эфир каждый день для того, чтобы дать вам видеозадание, видеосовет. С понедельника по пятницу, включив мой канал буквально с 0-0 часов, вы уже можете строить планы на сегодняшний день или, может быть, просто прослушав мое задание, наполниться, может быть, каким-то позитивом и смело шагнуть в день, который сегодня у нас вот наступает. 5 августа, пятница. Мы с вами заканчиваем работы в зоне прихожей и коридора. Дорогие мои друзья, не только коридор, прихожая, веранда и терраса. Мы с вами проработали энергетический канал. Это магистраль нашего счастья. Дорогие мои девушки, дорогие мои женщины, женщины возраста плюс, пожалуйста, прислушайтесь к моим советам. И я уверена, что очень скоро вы сами изменитесь, ваша жизнь изменится. Мы с вами научимся не только самоорганизации, но даже и позитивному отношению к этой жизни. И вот сегодня, в пятницу, 5 августа, лето на дворе, мы с вами заканчиваем уборку в этой зоне. Все, кто жил в частном доме, все, кто живет в частном доме, я уверена, вы буквально другим взглядом посмотрели на тот мир, который вас окружал на веранде, на террасе, и буквально за 4 сегодня, пятый день, вы изменили здесь ситуацию. Может быть, добавите вот такого декора на свою вот такую вот площадку. Купили, может быть, коврик какой-то оригинальный. Вы закрыли обувь, в которой вы работаете в огороде, в саду, в цветниках. Это резиновые калоши, резиновые ботиночки могут быть. Может быть, организуете на веранде, террасе такой органайзер, в который сложите перчаточки, рукавички. То, что вот на выходе из дома, когда вы работаете в саду, вы легко могли воспользоваться этим предметом, а возвращаясь, снова складывали в этот органайзер. Дорогие мои зрители, у меня для вас есть еще один канал Марина Цветы. И я знаю, что очень многие перешли с первого канала на Домашний очаг с Мариной. Мы с вами выращиваем прекрасные, необыкновенные цветы, овощи, фрукты. Мы беседуем с вами о том, как украсить свой мир цветами. Все, кто живет в частном доме или вот имеет дачу, я думаю, что на канале Домашний очаг с Мариной вы тоже совсем по-другому увидите этот мир, который вас окружает. И, дорогие мои друзья, сегодня мы с вами делаем влажную уборку. Конечно, мы не можем ее сделать всего лишь один раз в месяц, ну вот как сегодня, 5 августа. Коридор, магистраль счастья нашего счастья всегда должна быть чистой. Поэтому, пожалуйста, вот все коврики, которые возле двери, может быть швабра поролоновая, могут быть какие-то тряпочки, половые вот швабры. Это все должно быть всегда у вас под рукой. Может быть веничек, если вы еще пользуетесь вот на веранде, на террасе, или обычная щетка. Поэтому, конечно, не только сегодня мы пылесосим, подметаем и моем полы. Но сегодня мы с вами это сделаем именно с таким душевным настроением. Поэтому освобождаем от пыли, от паутины и делаем влажную уборку. В связи с тем, что мой канал я хочу наполнить еще каким-то духовным или эзотерическим смыслом. И на этой неделе мы с вами говорили об оберегах, которые очень хорошо в нашем доме помогают. Совсем недавно мы с вами говорили о подковах. Как использовали наши еще прародители, чтобы оберегать свой дом. Для новичков я хочу повторить, что использовались подковы, как обереги в доме. И если вот подкова прибивалась рожками вверх, это предопределяло то, что хозяева, хозяин просил у Бога, у неба, у Вселенной, не только благополучия, а чтобы дом был полон чаши. А если хозяин или хозяйка прибивали подкову рожками вниз, это обращение было к Вселенной, к Богу. То, чтобы дом был защищен от врагов, от беды, от пожара. Поэтому очень интересные можно вот такие легенды, истории вспомнить. И тоже, может быть, применить в своем доме. Поэтому сегодня пылесос, щетка, шва, бровиник, это все то, что выведет с нашего дома печаль, негатив, бедность, может быть, злость, угрюмость всех злых, нехороших людей буквально. И магистраль энергии, магистраль счастья будет открыта именно для новых чувств и для нового настроения. Мне очень хочется, чтобы, когда вы делаете влажную уборку, можно добавить каких-то аромамасел натуральных. Можно хвойные масла, эфирные. Можно лавандовое масло, которое успокоит энергию в вашем доме, принесет умиротворение такое, более наполнит такой спокойной гармонией. Если вам хочется какого-то темперамента или вот ярких каких-то событий, вы можете добавить лимон, апельсин. Очень интересные аромамасла, которые не должны у вас стоять где-то в том бочке на полочке. Достаньте их сейчас и добавьте водичку по моте. Очень хорошо используют средства моющие для полов. Мы уже с вами говорили в предыдущих месяцах о том, что есть для полов моющих средствах натуральные добавки. Все, кто обладает аллергией или, может быть, непереносимостью запахов, конечно, вам экспериментировать не надо с такими ароматами. Но если вы позитивно воспринимаете такие приятные ароматы, парфюмные, скажем так, вы можете немножко добавить воду и вот добавить вот такого аромата в прихожую в коридор. Я уже говорила о своем младшем сыне, который не будет мыть полы, но он-то будет мыть полы, но он всегда недоволен, если нет именно для мытья полов средства. Но я вам хочу сказать, что я иногда даже специально добавляю просто обычный чуть-чуть кондиционера для белья, потому что я этот запах подбираю с учетом своих приятных, чтобы был аромат белья. И, мне кажется, в доме создается такая очень-очень приятная атмосфера. Поэтому, когда ничего нет под рукой, совсем немножко пол колпачка кондиционера ополоскивать их для белья и сделать вот такую влажную уборку, поверьте мне, это очень хорошо. Но все-таки, какие же запахи должны быть в доме? Вы же знаете, что очень часто мы заходим, и как бы дом не был убран, или, может быть, даже достаточно богат, но бывает какой-то запах неприятный, специфический. Чем же можно изменить? Можно, конечно, изменить такой запах, просто сварив в турочке заварное кофе. Дорогие мои друзья, я по состоянию здоровья не могу пить кофе, но я им очень много пользуюсь. И как скраб я пользуюсь для лица, для тела. И вот когда я хочу добавить в доме какой-то теплоты, или вот такого аромата, я просто завариваю совсем-совсем немножечко кофе заварного, и вот так вот прохожусь по своему дому, и дом наполняется необыкновенным кофейным ароматом. И это просто чудо! Поэтому можно попить чаю с конфеткой шоколадной, и действительно это будут очень такие романтичные вечера и очень уютные. Ну вот такое видеозадание, видеосовет я вам дала на 5 августа, пятница. И неделя у нас закончилась. Я надеюсь, что 5 дней, проработав со мной в этой зоне, мы с вами избавились от всего плохого, негативного, злого. Вы должны стать позитивный, мудрый, приятным человеком. И, конечно, оптимистом в этой жизни. Поэтому я надеюсь, что, выполняя мои советы, вы меняете не только стиль своей жизни, но и самоорганизацию. Но вы прежде всего меняете свой внутренний мир. Спасибо, что вы были со мной. Если вам интересны мои видеосоветы, ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал. И мы не потеряем друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok